Привет-привет! Привет-привет! С нашего последнего авточата прошло уже 2 недели и за 2 недели случились всякие события в моей жизни и я решила, что самое время начать записывать вам второй выпуск авточата Решила я эту рубрику так и называть, раз уж так пошло Одна моя подруга предложила классное название с рулем обо всем Но я подумала, что это очень длинное название и я буду лениться его говорить Так что авточат самое оно для таких ленивых, как я Что касается сегодняшнего дня Вот я сейчас еду уже домой встречалась со своей любимой подружкой Мы с ней шикарно просто позавтракали, поболтали чуть-чуть погуляли, отдачился дождь испортиваются наши планы Мы были в районе Патриарших прудов Вот, очень мне хотелось погулять там но вот, к сожалению, пошел дождь и как-то резко стало холодно А я сегодня решила, ну раз я на машине, надо кожаную куртку одеть В общем, нехорошее решение было Ну да ладно Вот, отвезла ее на вокзал Она уехала у меня в Питер И я еду домой делать всякие домашние дела Потому что неделя была очень занятая, очень загруженная Я, наконец-то, работаю Я нашла работу своей мечты И уже неделю хожу на работу Безумно я счастлива Это просто восторг Знаете, такое чувство, как будто я влюблена Честно, очень чувство похоже на влюбленность Я теперь работаю в редакции женского журнала И я всю жизнь мечтала работать в журнале Это просто была такая, знаете, моя мечта Которой... Знаете, вот ты как бы мечтаешь об этом Но ты как бы знаешь, что вряд ли это когда-нибудь случится Ты просто разрешаешь себе об этом мечтать И вот работа в журнале для меня была какой-то такой мечтой Я как бы всегда хотела, но никогда себе не разрешала Очень сильно об этом мечтать И вдруг... Вдруг события в жизни сложились так Что я начала там работать Мне прям слов не хватает Какое-то счастье Работать там, где тебе хорошо Прошла неделя У меня очень хорошие коллеги Действительно, ребята меня все очень хорошо приняли Несмотря на то, что, ну, как бы женский журнал Девушки снова, мой любимый женский коллектив И все, скажем так, с характером и так далее Но нет, все действительно очень хорошие Очень добрые, очень милые Очень такие, знаете, услужливые Все готовы помочь Все готовы что-то показать Это безумно приятно Потому что, ну, как бы Так всегда, когда ты устраиваешься на работу Ты первое время, но ты стрессуешь Потому что ты ничего не знаешь И нужно быстро-быстро, скажем так Вникнуть в курс дела Потому что редакция продолжает жить своей жизнью Вот Но вот этого стресса, новизны у меня не было Скорее я просто пока пытаюсь привыкнуть к новым коллегам Наверное, в силу того, что на прошлом На работе у меня уже к концу были настолько дружеские Теплые отношения, что я понимала, что последние полгода Своей работы я просто ходила на работу То ради своих коллег, честно Я их любила, безумно обожала И вот этот вот утренний кофе Это вот было вот прям вот То, ради чего я ходила на работу, честно А тут, ну, пока все новые Я к ним привыкаю Они ко мне привыкают Последние вот два дня Четверг, пятницу У меня просто В английском есть такое офигенное слово Называется homesick Когда ты скучаешь по дому И, в общем-то, вот у меня было какое-то такое состояние Но у меня было, типа, worksick Я реально скучала по своим коллегам По своей прошлой работе Там, не знаю, по офису В общем, это было очень забавно Причем, знаете, такое странное чувство было Когда я пришла туда вот в первый день Не работы, а вот, скажем так Первые три дня мне просто показывали, что как Водили в курс дела Ну, типа, как стажировки, скажем так, да Я себя сразу почувствовала очень уютно То есть у меня не было какого-то такого страха нового места Или еще чего-то То есть все, сразу как бы я поняла, что Блин, я там, где я должна быть То есть вот это то, к чему я всегда стремилась Копила потенциал годами и так далее И еще вот одно чувство новое, которое у меня возникло Я впервые поступила на работу С которой я не хочу уходить То есть обычно, знаете, когда я поступала на работу Я вообще не понимала, а к чему меня это приведет Я как-то всегда в глубине души знала, что, ну, я отсюда уйду Ну, грубо говоря А тут я поступила вот на работу Я, ну, я оформлялась, там подписывала всякие бумаги на оформление Я понимала, что, наверное, это все-таки то место, из которого я уйду в декрет То есть я не представляю какой-либо лучшей альтернативы Пешеходик Лучшая альтернатива для себя Поэтому это просто вот моя мечта Я не знаю уже, к чему стремиться Пока на данный момент, я думаю, я ни к чему больше не хочу стремиться Просто я теперь работаю в редакции журнала Это так круто, просто нереально круто А вообще, вот знаете, я сейчас вот с утра на машине И я понимаю, что я так скучала по вождению Потому что на работу я езжу на метро Там не очень все удобно с парковкой И я, то есть, неделю не водила машину вообще И вот сегодня утром я села за руль И это просто такое счастье было Такое, знаете, просто Хочу начать ходить на йогу, кстати, вот насчет невероятных ощущений Я просто помню свои ощущения, когда вот я в первую жизнь начала ходить на йогу Это было два года назад летом, даже, ну, два с половиной уже И я просто помню, вот первое время, когда я выходила после занятий Это было нечто реально И я всегда думала, что йога, ну, знаете, все люди, которые так супер восторженно всегда говорили о йоге Я всегда думала, блин, ну, знаешь, шизики, фанатики Ну, как бы, я, честно, не серьезно к этому всему относилась очень Вот это вот, открой свои чакры, я не знаю, еще что-то Но у меня есть подруга, Даша, которая йогой когда-то занималась Вот я помню, что первая такая из моего близкого окружения, которая у меня начала про йогу говорить Была как раз-таки Даша, которая ходила на йогу Говорила, что, блин, это просто нереально, это так круто и все такое Вот, и я тогда вот летом начала ходить И просто вот я никогда в жизни больше не испытывала таких ощущений Как после того, как ты выходишь после занятия Ты находишься в полной гармонии У тебя такое чувство спокойствия И настолько вот все в мире тебе кажется идеальным, правильным, складным Я не знаю, то есть ты какое-то время вот пребываешь в Нирване, что ли Я не знаю, ну и, конечно, мне безумно нравилось то, что каждое занятие заканчивалось медитацией И вообще, когда я начала ходить на йогу, я в принципе не спортивный человек совершенно И меня, я помню, очень поразила в хорошем смысле этого слова мысль о том, что наше тело способно на такие вещи Ну, то есть реально, оно такое невероятно гибкое, интересное Ну, как бы, я знаю, что это, наверное, звучит очень странно Но я, правда, вообще не спортивный человек Никогда я им не была, никаким спортом никогда долго не занималась И вот когда я начала ходить на йогу, поняла, что можно так искривиться, можно так вообще сложиться Что там, блин, даже и не снилось тебе никогда Это, ну, вот, знаете, поражает воображение, скажем так Я рада, что у меня появилась работа еще потому, что у меня наконец-то появился какой-то график То есть я теперь как-то могу все планировать вокруг работы И самое-самое классное то, что на моей работе не очень строгий график То есть он достаточно мобильный, ты приходишь на работу не раньше 11, потому что, в принципе, вся редакция оживает где-то к 12, к часу И уходишь где-то в 6-7 Для меня это просто идеально, потому что я сплю, устраиваю себе свои шикарные любимые завтраки, спокойненько еду на работу Еще мне очень нравится то, что я работаю на Шаболовской И Шаболовская это оранжевая ветка, живу я на серой ветке И недалеко от Шаболовской есть станция Тульская, которая вот как раз-таки к серой ветке относится Я могу просто по прямой ехать до Тульской, буквально там от Тульской до моей работы 20 минут И там такой маршрут очень приятный, ты идешь большую часть времени по скверу такому И это так круто, потому что я понимаю, что, блин, последние вот, ну, следы, да, как я вожу машину Я практически перестала вообще ходить в том, в том плане, что раньше я, конечно, ходила больше, да И мне так нравится, что я могу вот спокойненько утром выходить Так что вот 20 минут я еще могу потратить на то, что я пройдусь спокойно Еще пока погода позволяет таким прогулочным шагом по скверу, дойду до работы И, собственно, после, знаете, когда ты после работы устаешь, вот иногда ты устаешь морально, иногда вот физически, да И вот у меня такая пока усталость моральная И вот когда я после работы выхожу, и я понимаю, что сейчас я 20 минут пройдусь И я как-то развеюсь, и как-то тело мое оживет, скажем так, да Потому что в основном на работе ты большую часть времени сидишь Это реально супер приятно, это один из таких больших-больших плюсов моей работы То, что вот я могу до нее, скажем так, пешком дойти, очень мне удобно Уже вовсю чувствуется то, что зима близко И вот эта вот, знаете, фраза «зима близко» теперь у меня исключительно ассоциируется с игрой престолов Потому что там же как раз в первом сезоне зима близко, белые ходоки и все такое И вообще это так забавно, вот когда ты, скажем так, живешь в своей какой-то вселенной, да В которой нет такого понятия, как игра престолов Соответственно, ты не знаешь ни названия героев, ни сюжет, ни какие-то там вот сериальные штучки, да И ты живешь, значит, этого всего не зная И тут резко в твою реальность врывается игра престолов со всем вот этим багажом знаний слов, терминов, имен и так далее И ты реально просто мир никогда не будет прежним Вот, вообще надо начать уже смотреть третий сезон Я сейчас смотрю офигенный сериал, но не буду про него говорить, расскажу про него в фаворитах октября Мне он очень нравится, он как раз таки вот, скажем так, снимается То есть новые серии возникают по мере того, как я смотрю их Вот, пока как-то я на него подсела, его смотрю Но обязательно нужно начать смотреть игру престолов Мне безумно хочется посмотреть последний сезон Потому что он какой-то невероятно красочный, интересный, чуть ли там не самый лучший Вот, а чтобы дойти до последнего сезона, мне еще очень-очень много надо смотреть Иногда просто, знаете, иногда вот с Игрой престолов очень странная вещь Я ее когда смотрю, вот мне интересно Но когда я вспоминаю о том, что мне сейчас нужно час времени на это потратить А сериалы для меня очень, опс, там очень много всяких имен, всяких названий И вот как-то мой мозг очень сухо это все воспринимает Как-то вот ему я чувствую, что сложновато В том плане, что ты когда включаешь первую серию, ты как бы сразу окунаешься вот в эти события И нужно вот реально на лету все схватывать, понимать вообще что, как, где, почему, когда и так далее Вот как-то это давит, что ли, на мою психику И мне вот действительно первый сезон очень шел просто суперсложно, супермедленно И вот сейчас я думаю, блин, да, интересно, интересно, здорово, круто там, тра-та-та А потом я как вспомню, что мне нужно по часу серии смотреть Блин, просто, я не знаю, у меня правда какие-то проблемы с терпением В последнее время я сериалы, где серии дольше 30 минут, просто не могу смотреть Вот я просто не могу себя заставить смотреть А фильм дома я вообще не помню, как раз смотрела Вот, ну, как бы, честно Вроде все то, что я вам хотела рассказать, я рассказала Почти доехала, вот, заворачивала к себе во двор А все-таки я поняла, что мне очень нравится эта идея с автучатом Реально прям иногда так хочется поболтать с людьми, которые тебе не знакомы и при этом знакомы Я вас крепко целую, обнимаю, сейчас мне нужно включить мозг припарковаться И увидимся совсем скоро, я планирую снимать видео, много видео, разных видео Так что, да, хорошего вам дня и пока-пока!